Денис Майданов Местные жители обратились к кандидату на выборы в Госдуму с давней мечтой – реконструировать мемориал. Я всегда называю, люди сюда часто заходят, машины, дорога на Рафонинск-Кубинка, приезжают на все, чтобы человек заходил на этот мануальный комплекс, и у него накатывались слезы на глаза. Вместе с жителями и представителями администрации Майданов осмотрел и сам город. По его словам, проблемы бывших военных городков, таких как Кубинка, необходимо решать на федеральном уровне. Проблема военных городков – это одна из важных вех моей предвыборной программы, потому что эта проблема касается не только Одинцовского района, не только Кубинки, наших военных городков всех, но и в целом по стране присутствует эта глобальная проблема, когда военные городки, находящиеся на балансе Министерства обороны, до передачи в субъект, который может на них начать тратить деньги, находятся в таком, мягко говоря, нехорошем состоянии. За несколько месяцев планируется привести в порядок дороги во дворах. Работы по ремонту уже идут полным ходом. Радует, что ситуация здесь меняется на глазах, отметил Денис. Начали с дорог, и у людей там, где раньше в сапогах ходили, теперь наконец появляются дороги, появляются парковочные места, и это начало пути. Я прошу всех отнестись спокойно и терпеливо. И слава Богу, что это начало происходить. И есть позитивный сигнал, что и дальше будут и сети реконструироваться, а вода должна наладиться. Таких перемен местные жители Кубинки ждали давно. Свой маленький зеленый городок любят всей душой. Рады общению с кандидатом и возможности высказать пожелания по его улучшению. Надеются на поддержку. Это был военный городок. Было все по-другому. А сейчас, вот, коль начали вот это делать, это очень хорошо. Но надо подумать о том, где скорой помощи останавливаться. Обратиться со своими предложениями к члену Центрального штаба Общероссийского народного фронта Денису Майданову могут все желающие, оставив сообщение на его странице в Инстаграм. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова